Йоу, всем привет, друзья, с вами Хейтер, и на канале Сплэй Хорайзенс у нас стартует прохождение свежевышедшей, ну, уже относительно не самой свежевышедшей, но всё-таки одной из новых игр под названием Матруэлла Слайд, я думаю, все уже догадались. И давайте приступим, собственно, игра должна быть интересной, не знаю, я, конечно, не фанат серии, ну, не то, что мне нравится постапокалипсис, но эта тема мне довольно-таки интересна, даже и без зомби, а зомби так дворее интересно, вот, поэтому давайте начнём на нормальном режиме или на лёгком. Сложность боёв невысока, а попасть у других ресурсов в достатке. Ладно, давайте на нормальном начнём, сделаем немного посветлей, и посмотрим ролик. Провернутые наизнанку люди. Чудовища, рождённые, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооружённых людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Вот такую вот затравочку нам пустили, что правда там действительно страшно. Вообще, в первой части главный герой, Артём, ну, это для приквела, для Сиккелла, точнее, взята концовка именно плохая. То есть, в первой части было две концовки, и плохая концовка заключалась в том, что, значит, улей чёрных был разрушен Артёмом. То есть, да, были отправлены ракеты, и... Что-то я заговорился. Вот, и, собственно, все чёрные были уничтожены. Суровый мужик строгает кол. Такие диалоги в стиле сталкера. Я, пожалуй, отойду подальше. Не хочу лезть в это дерьмо первым. Какие-то силуэты есть, вон, видите? В туманчике. Так, валим, 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 валим вот этих. Опа! Это и есть чёрные. Я так подозреваю. Но не совсем чёрные, теперь это уже не чёрные. Короче, какой-то бредовый, я так подозреваю, сон, по всей видимости. Снится Артёму. Hands in blood, motherfucker. Я даже контроллером ударил по столу. И вообще чёрные, это как бы звучит по-расийски на самом деле. Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём. Я был на пепелище улья чёрного. И видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. Нас застукали. Хан, ты как здесь оказался? Хан, ты в натуре, ты... Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с чёрным. Да поговорим, чё ты. Ты перебор веней подчиняешься мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. Со мной. Хан, это вообще кто у нас? Я просто первую часть не играл. Но он не боец, по всей видимости. Правильно? Он не боец, но просто торпеда. Зажигалочка. Блатные песенки на нарах. Вот так вот, да. Это как в Макс Пене. Талант не пропьёшь. Ага, Welcome to Sparta. В общем... О, книжка Metro 2033. Давайте. Это саундтрек из первой части, по всей видимости. Ладно. Надо экономить цвет. Тем более в условиях постапокалипсиса. Давайте. Выбираться из этого бункера. Д6. Я, честно говоря, новичок. Суровые мужики сидят здесь. Куча кассет. В лотках из продуктов. Ну, в общем... Здорово, Артём. Здорово. А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах два года гонял. Ну, по тебе видно, да. Так о чём мы там? И что вам... Ладно, не буду я вам мешать. Там кого-то режут. Зона карантина. Здорово, мужик. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на физподготовку. Ну, я за то, чтобы мужики тягали железо. Это правильно на самом деле. Так. Тут у нас сидят интеллектуалы. На них сурово смотрят борцухи там, не знаю, или кто. Оружейное. Любимое место в играх. Спрыснем. Что за разговоры? Конечно, спрыснем. Понятно. Дал бы мне лучше тогда марлевую повязку. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Всё, что нужно для выживания в изящной архе. В них обычно таран лежит в их аптечках. Противорадиационных. Не забывай. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше всё же приберечь. Патронового торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Не, ну спасибо, мужик, что прозветил меня. Теперь я могу посмотреть, что у меня есть. В принципе, всё здесь удобно. Так. Там у нас подменю такие. Ну, что будем брать-то, ребят? Ха-ха-ха-ха. Давайте возьмём, знаете... Ну, начнём с винтовки. Придачу нужно что-то для ближнего боя. Зато на расстоянии винтовки незаменимы. В принципе, я так и подумал. Так. Установить. Отлично. Значит, на втором месте ублюдок. Ну, это что-то типа пистолета-пулемёта. Калаш? Тюмок или глушитель? На близком отстоянии. Ну, хотя тоже не вариант его использовать. Что мы ещё можем поставить? Прицел. Пускай прицел стоит. Давайте глушитель тоже воткнём. Ну, и напоследок, наверное, возьмём дробовик. Так, удлинённый ствол. Ну, давайте возьмём удлинённый ствол. Я думаю, будет здорово. Прицел. Конечно, нахрен он не нужен, но... Пускай будет. Ок. Ок. Отлично. Так, что-то я не совсем врубаюсь. А, вот наш тир. Улавливаю, улавливаю. Так что смотри, если попадаешь в пистолет, значит... У нас дробовика в голову нормально. Вот уж попал, так попал. Чувствуешь разницу? Оу, ем, да. Нам дали какой-то ачипмент. Под названием кролик. Так, ну мы идём на брифинг, да, я так понимаю? Захватаемся, мы тут радиация. Объект чистый. До части мы сейчас точно. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Так, что он здесь в Хабарчике? Ничего нет. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Так, Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Так, у человека татуировка на руке. Интересно. Не получается, мне, конечно, надо разглядеть её. Ладно. Это шлюз основной, так понимаю, который ведёт на базу, да? Или не основной? Отделяет казармы бараки. Постеклали всё, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жён и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружия множества, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только ограбители и макиры. Крутая такая шахта. Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А чёрт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Всё разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Ну, я так и знал. Тоже дерьмо. От Лесницкого. Блин, такие диалоги. Сейчас мне полковник Залесницкого нераскалённую арматуре, но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Угу. Приехали. Открываю. Да. Всядь-то мы Д6 взяли. Но сколько ждут выходов и входов. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно... Компас. Так. Следовательно за Ханом на встречу с Мельником. С командиром. Этой базы. Ну, я тут... Так понял, что здесь большое количество группировок. Ну, относительно большое. Три или четыре. Ещё помимо наших там есть какие-то фашисты. По-моему, мы красные. Мы вот... Спартанцы. Спартанцы. Ну. Я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение чёрных худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто... Все вместе. Все вместе. Все вместе. Шумеется ордена тоже. А ведь именно он говорит, если мы не будем сражаться за жизнь, нас едят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Не, мужик, я тебе не доверяю. У тебя банданов, как у хиппи. Артём. Хан. У вас есть информация? Да, полковник. Девушка? В ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью, хан, что за бред? Чёрный худший из всех угроз, какими сталкивался орден. Полковник. Чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма Дар. Я думаю, он найдёт чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Да, ещё три группировки. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить чёрного. Что? Да как вам... Взять его? Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Ну, он типичный хиппи. Вывести его. Артём! Он защищает чёрных. Слышит шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. В общем, перед нами стоит выбор. Плюнь на эти бредни, Артём. У нас есть снайперша. Покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд! Что за тыл, кролик? Давай за мной! Фюсер, глаза! Скажу прямо. Чёрное тебя чувствует, так? И не забудьте контрольный. Лесницкий оказался гидрёным агентом. У неё винторез. Мда? Или это переделанный СВД. И ещё какая-то противотанковая пушка. Ещё скажи, что веришь этому психопату Хану? Мир с чёрными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый уль. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову, управляли нами как марионетками. Да это же всё равно, что договариваться с дьяволом. Окей. Блин, вот мне эта вагонетка напоминает прямо вот из Халфайва, вот честное слово. Я кролик у неё. Ах, Хан, да. Но она, походу, кроме слова кролик больше ничего не знает. Всё. Прошёл год. Не знаю, может когда-нибудь мы и пройдём метро 2033, оригинальную часть. Пропустим мы записки Артёма. Хотя, может быть, и не стоило. Опа. В принципе, патронов у нас прилично. Как-то прям всё темно. Ну, вы поняли. Мы здесь убить последнего чёрного. Такая зажигалка. И как мне включить фонарик? Ракеты на расстояние в чёрных наводить. Хорошая примета. Тогда всё нормально получилось. Угу. Ладно. Напряжение есть. Открывай ворота. Я держу проход. Гипло это место, ребята. Что я могу сказать? Молодец, справился. Да ты чё? Думаешь, я совсем безрукий? На трупах мы можем найти разные ништяки приятные для нас. Вау. Блин, ну ладно, я потом разберусь, как включать свет. Написано нажмите ЛБ. Нажимаю, не выходит. Давай направо. Слева. Опа. Тут крыски. Обожаю крысок. Что-нибудь здесь мы найдём? Хорошая для нас из провизии какой-нибудь. Нет, только трупы. Отбился я от нашей снайперши. К сожалению. А, нет, вот у нас стоит уже. Вау. Скотина такая. Ладно, убежала. Паучки. Блин, как же здорово. Ну, мне пока что очень даже нравится. я так подозреваю, паутина нас замедляет. А тут мы нашли какую-то папочку. Так, капелище. Записки кого-то. так, я думаю, кому будет нужно, те прочитают. Я пока что пойду вот так вот. поверхность. Поверхность надевай противогаз. Так, у нас по времени он на 10 минут, нормально. вроде бы нормально. Мне нравится твоя задница. Что-то вроде... Мне нравится, что задница у тебя нормальная. ничего не видно все равно. Так что... Предъявы неосновательны. мы тут уместимся. Ну, на поверхности здесь выглядит как-то все опасно. конечно. Ой-ой-ой-ой. Ну, здорово. Не знаю, я прямо сейчас вот в изумлении, скажем так. Ладно, удачи. А сюда мы запрыгнуть не можем, к сожалению. Куда нам идти-то? Ёлки-палки. Драконы всякие летают. Я на месте. Вижу тебя. Так, слушай. Радиация. А хорошо мы тут все отутюжили. Одни воронки. Воу, да. Мы можем сейчас в принципе пойдемте. Все-таки здесь у нас такой челлендж небольшой. Ох ты же бля. Блин, это жесть на самом деле. Охереть просто. Я чуть... блин, как же их много. Течку надо. Сесть надо торена. Сейчас все будет. Я тут освоюсь только немного. снайперы нам в принципе помогает. А те, кто остается, мы спокойно их добиваем. Еще один был. Не, готов. да. Я абсолютно цел. Так, нам быстро показано, как аптечку использовать. Это здорово. Давайте трубчика осмотрим. А, то есть здесь система немного другая. Здесь даже нам фильтры не надо самому менять, правильно? Я думал все самому делать. Ага. Так он тебе и дастся. и дастся. Хм. Так. Блин, надо нажать А. Правильно? О, е. Все. Поменяли фильтр. Иду, 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 иду. Ну, вижу, вижу его. Преследуем этого малыша безобидного совершенно. Почему так люди боятся, я не знаю. Какой-то инопланетянин. Как-то мне по нему стрелять, как-то не знаю. Стоять. Стоять, черный. красавец. Красавец. наверное, прям как из Казиса вылез. О. Он к нам в мост залез, по всей видимости. Ну, это здорово. Ха. Сейчас мы узнаем много нового о себе. вот они полетели ракеты. Скухи, из черных-то ее выделить колотить. Поймали мы его в клеточку. Или это не мы, а орех поймал. Орех поймал. Тепликий Гутен Морген. Да. Похоже, мы попали в плен. Вот так вот. Попали мы, значит, немцам в плен. Какими надо быть сволочами, чтобы не чтить память своих дедов. Ганзы. Это ты на ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек, урод. Это произвол. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Похоже, неправильных. Это вот наши люди. Один. Слава красной линии. Два. Здравствует товарищ Москвин. Три. Надо. Я расскажу. Но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красный и Мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты. Вот так вот. Отлично. Я ждал этого момента, если честно. Но не думал, что все так быстро решится. Ну же ставь себе. Ты я так понимаю из ордена со Спарты, а я с красной линии. Наши начальники может в засосы не целуются, но нам-то простым солдатам что с того? Так понятно дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться. Да, как мы будем выбираться? Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ну можно его открыть наверное по всей видимости. Мы на базе рейха находимся по всей видимости. Ой. я думаю да. Поехали. Пойдем. ну да тут определенно был жестко какой-то двинули. Двинули. Я конечно слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы да. Охереть, конечно. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я пилюлюсь. Того сейчас оберфюрера мы снимем, я думаю. так, 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 так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. О. Отлично. Пробрались мы кое-как. Там гигантский вентилятор по всей видимости крутится, да? Сейчас выберемся с нашим товарищем. Скажи, тебя зовут, дружище. Братишка. Не люблю ее, когда они так называют. Ну, давай. Танкист. Так он на лестницу спустит или не спустит. Аккуратненько. Поехали. Сейчас мы будем... Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Замри. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя. Да, нацисты такие нацисты. мы тебя повесим. Как же мы будем отсюда выбираться? Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Ай. Все, работаем. Пожалуйста, пожалуйста. Я Олег. Ну, давайте. Сейчас мы... Вот так вот резанули и неплохо. неплохо. У нас есть патрончики. Понял. Я просто ждал момент и думал, что это надо сделать определенную часть. Все у нас получится. Так. Где лампочка? Отлично. Ну, потихоньку осваиваемся. у нас здесь никто не видит. Вот так вот. Сейчас мы его резанем. Отлично. откроем, 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 откроем. Ну, заключен мне здесь. не знаю, зачем я это сделал. Полезлим. В караулку. какие-то кислотные грибы. Мне кажется, сейчас мы провалимся, потому что труба просто гнилая в клан. Нет? тут еще этот торговец ганзы. Продай, зверька. Чего его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дамы. Хоть у нас не займите, ганз. Вроде чисто. Ое, у нас теперь есть медитательное оружие. Это, я считаю, здорово. Давайте почитаем заметку. Так, мертвый ботанический сад всегда был гиблым, безлюдным местом. Сталкеры начали обходить его задолго до того, как черные построили там свой улей или город. Во всем мире только я один хотел попасть в ботанический сад по своей воле, но теперь там оказались сталкеры рейха. Эти поборники расовой чистоты почти никогда не вылезают за пределы своих станций в метро Москвы. Что они забыли на дымящихся руинах ботанического и почему Анна не выручила меня, дочь мельника ни за что не бросила бы товарища в беде. Что есть они тоже схватили ее, она грубянка и пацанка и я кажется ей совсем не нравлюсь, но беспокоюсь за нее. Окей, ладно, ребята, я думаю на этом наша серия, которая и так затянулась в принципе на две минуты, но не суть. Она у нас заканчивается и мы совсем скоро продолжим прохождение этой замечательной игры, которая мне действительно понравилась. Не знаю, может быть это ошибочное чувство и оно такое первое, но мне понравилось. Итак, до скорых встреч, всем пока-пока-пока, всем удачи!